В пятницу состоялись испытания самого масштабного объекта на северном обходе Твери. Моста через Волгу на М11 Нева. Наша съемочная группа прошла одной из первых по новому сооружению. Эксклюзивный материал у Ирины Синягиной. Работы по строительству моста через Волгу в рамках северного обхода Твери стартовали летом 2022 года. За это время мост уже фактически готов к воду в эксплуатацию. Он будет одним из самых протяженных в регионе. Его длина достигает 738 метров, ширина 24 метра, а высота пролетов над водой 17 метров. Самое масштабное сооружение северного обхода Твери на трассе М11 Нева это мост через реку Волгу. Он возводится около двух лет. Дорожный объект строили силами федеральной компании «Автодор». Площадь моста составляет 11 тысяч квадратных метров. В течение двух лет мостовики приняли и уложили в конструкцию моста порядка 22 тысяч кубических метров бетонной смеси. Смонтировали 6,5 тысяч тонн металлоконструкции. Все это дело собрали, надвинули, покрасили порядка 80 тысяч квадратных метров металлоконструкции. Сейчас объект готов на 99%. Важная часть проверка соответствует требованиям по безопасности и фактической несущей способности конструкции. Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания проводятся для того, чтобы подтвердить надежность несущих конструкций моста и их готовность к воду в постоянную эксплуатацию. Мы рассчитываем и подбираем испытательную нагрузку, чтобы усилия на элементах пролетных строений составляли от 65 до 80%. Мы сейчас подобрали самую максимальную. Для проведения проверки специалистами была разработана комплексная программа, состоящая из двух этапов. Испытание русловой части сооружения и испытание пролетных строений поймена части моста. Каждый этап, в свою очередь, состоял из двух частей. Первая — статическая. Она заключается в том, что заранее рассчитанную нагрузку до 12 автосамосвалов массой по 25 тонн каждый устанавливают в различные положения на проезжей части моста и сравнивают полученные параметры напряженно-деформированного состояния сооружения с расчетными значениями. Они стоят где-то минут 10-15, потом они уезжают и снимаем, чтобы пролетное строение возвращалось. Потому что при загружении она прогибается. Это мост такой большой, прогиби — это 1,04 от пролетов. Если пролет 150 метров, представляете, это почти 40 сантиметров прогибается. Но мы его не чувствуем. Потом это все должно возвращаться в нол. Это значит, мост работает в проектном режиме, нормативном режиме. В рамках динамических испытаний несколько груженных автосамосвалов проезжают по мосту с разными скоростями и в разных режимах. Абсолютно беспрепятственно с торможением, с прыжком через порожек, моделируя различные типы и виды нагрузки. Недавно объект осматривал губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Глава региона высоко оценил темпы и качество, проводимых на объекте работа. Также открывающиеся в связи с запуском новой транспортной артерии перспективы для нашей области. Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации за принятое решение под достройки участка трассы М-11 наших коллег. Если говорить о значении этой трассы, это ключевая дорога, без преувеличения можно сказать, которая формирует совершенно новый транспортный коридор и новую транспортную доступность для северо-востока всей Тверской области. Работа на втором этапе северного обхода Твери находится в завершающей стадии.